Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 сентября. Память преподобного Иосифа Волоколамского. Святой Иосиф был родом из окрестностей города Волока, Ламского. Прадед его был литовского происхождения, а родители его звали Янном и Мариною. Семи лет отдан был он в учения и весьма скоро изучил Божественное Писание. Любил он часто ходить в храм Божий и, удаляясь от сверстника, всю мысль свою устремлял на угождение Богу. Презрев мирскую суету, удалился он в Боровск, в монастырь преподобного Пафнутия, который постриг его выноческий чин. Всегда пребывал он в посте и молитве и был искусным подвижником, повинуясь во всем своему духовному наставнику. По прошествии некоторого времени взял он к себе в ту же обитель своего родного отца, принявшего также иночество, и служил ему и покоил его до самой его смерти. Восемнадцать лет пробыл он в повиновению святого Пафнутия. По смерти своего учителя и наставника он был сделан игуменом его обители, которую и управлял около двух лет. Затем удалился он с некоторыми из братьев в лес, окружающий город Волок, Ламский, и построил там монастырь, в котором воздвиг каменную церковь в честь успения Божьей Матери. Много собрал он братьев и устроил самое строгое общежитие. Сам он одевался, как нищий, так что никто не мог отличить в нем настоятеля. Ревностно подвязался он против ересей жидовствующих и написал в обличении ее книгу. Ересь жидовствующих возникла во второй половине пятнадцатого века в Новгороде, где распространителем ее был приезжий жид Хария, и отсюда перешла в Москву. Получилось широкое распространение и угрожало православной церкви великими смутами. Самым выдающимся и энергичным борцом против ереси явился преподобный Иосиф Волоколамский, который написал против них так называемый «Просветитель», сочинение в шестнадцати книгах, подробно изобличающее их лжеучение. Ересь жидовствующих заимствовала многое из еудейства, откуда и получила свое наименование «Жидовствующие». Отрицали Боговоплощение и Божество Иисуса Христа, отрицали монашество и духовную иерархию, таинство, почитание святых и икон, отрицали загробную жизнь и т.д. Собор 1504 года предал проклятие еретиков, осудил некоторых еретиков на сожжение и прекратил дальнейшее распространение ереси. Кроме того, написал он и устав для своей обители. Во время голода его монастырь доставил пропитание многим больным, бедным. Преподобный представился 9 сентября в лето оттворения мира 7024, от Рождества Христов 1515. В княжении великого князя Василия Иоанновича прожил всего 75 лет. Святое тело его положили близ алтаря соборного храма его обители. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.